Кружит земля А над землей кружат ветра потерь Ветра потерь, разлука, беды, зла Им нет числа Им нет числа Сквозят из всех шелей В сердца людей срывая дверь с петель Кружат надежды и внушая страх Кружат ветра Кружат ветра Сотни лет И день и ночь вращаются На русле земля Сотни лет Все ветры Возвращаются На круги Своя Но есть на свете ветер перемен Он прилетит, прогнав ветра измен Разве и то, когда придет пора Ветра Ветра Разлук Обит Ветра Сотни лет И день и ночь вращаются Карусель Земля Сотни лет Все в жизни Возвращаются На круги Своя Завтра Ветер 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима устанет где-то на полпути Когда растают реки, будут идти дожди Эти дожди пройдут и снова придет зима Я не дождусь ее, мне не нужна она Самолет легко меня уносит Через год я не вернусь сюда Но кто тебя опять об этом просит Когда мы расстаемся навсегда Смотри, какое небо Небо меняет цвет Заставь меня вернуться Пообещай мне снег Темные облака Скоро начнется дождь Не говори пока Ты меня не найдешь Самолет 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 Легко меня уносит Через год Я не вернусь сюда Кто тебя опять об этом просит Когда мы расстаемся навсегда Я желаю вам чувствовать себя счастливыми В любую погоду Ну что, готовы вместе попеть? А? А? Чувствуй, что да! А мы, мои дорогие Да Ну что, поехали в Сюмирь Самолет Легко меня уносит Через год Я не вернусь сюда Самолёт легко меня уносит Через год я к вам вернусь сюда Я к вам вернусь сюда А может, через два? Спасибо! Спасибо вам, мои дорогие! У нас в гостях великолепная Валерия! Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Я очень рада быть сегодня опять с вами! У нас сегодня же премьера суперсезона «Ну-ка все вместе», где сражаются только лучшие из лучших! Грандиозно! Ух ты, я вся в предвкушении! Сегодня будет жарко! Дорогие друзья, мало кто знает, а я это знаю, у Валерии в этом году юбилей! Наконец-то ей 25! Мы тебя заранее не поздравляем! Не-не-не! Да, но как будешь праздновать? На сцене, конечно же, будет грандиозное шоу! Во всяком случае, мы делаем всё для этого, чтобы оно именно таким и было! И вас всех приглашаю, Колечка, тебя и всех своих коллег, дорогих, и всех зрителей! Буду вас очень ждать! А мы просим тебя подняться на нашу стену к Сергею Лазареву и стать нашим сотым экспертом! С удовольствием! Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на премьеру нового сезона легендарного шоу телеканала «Россия». Ну-ка, все вместе! Самое масштабное вокальное народное телешоу уже очень давно в эфире. Пять лет мы верой и правдой служим её величеству песни. Знакомим наших зрителей с самыми талантливыми вокалистами со всей страны. В честь грядущего юбилея программы мы решили подготовить для вас нечто особенное. В этот раз на сцену выйдут исполнители, которые уже выступали перед сотней и не просто пели, а смогли пройти отборочный тур. То есть участниками стали только финалисты из всех предыдущих сезонов. Самый громкий вокальный проект страны начинает суперсезон! Ну-ка, все вместе! Оценивать исполнителя суперсезона, конечно, могут только суперэксперты. И у нас их ровно сто. По традиции это представители всех существующих музыкальных жанров и направлений. Певцы, преподаватели, авторы, композиторы и лауреаты музыкальных премий. Наша самая большая и самая обожаемая жюри в истории вокальных проектов. Невероятная сотня! Музыканты говорят, что чем больше инструмент, тем сложнее его настраивать. Наша сотня огромна, но с ее тонкой настройкой легко справляется бессменный лидер Сергей Лазарев! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, любимая сотня! Как же я рад всех вас видеть! Какое же счастье, что вы отменили все свои дела и собрались снова на этой стене. Друзья, суперсезон! Вау! Сегодня на эту сцену выйдут участники, финалисты, ярчайшие финалисты четырех сезонов. А это значит, что борьба будет по-настоящему жесткой. И самое главное, друзья, что я надеюсь на ваш профессионализм, мы, как всегда, выберем лучшего. Удачи всем! АПЛОДИСМЕНТЫ Правила нашего конкурса знают даже те, у кого нет телевизора. Но я все равно повторю их. Если эксперту нравится выступление, то он просто нажимает на кнопку, встает и подпевает конкурсанту. Сколько человек нажмут на кнопки и поднимутся, столько баллов наберет участник. Обладатели самых высоких результатов попадут в тройку лидеров. Но только двое из них пройдут сегодня в финал. Что будет твориться там, предсказать просто невозможно. Потому что это суперсезон самого непредсказуемого вокального шоу. Ну-ка все вместе! Победитель этого суперсезона получит невероятный приз. Песню, написанную специально для него, признанным мастером хитов Олегом Влади. АПЛОДИСМЕНТЫ И с этой песней победитель откроет следующий, юбилейный, пятый сезон. Ну что, сотня, мы готовы? Да! Встречайте, первого вокалиста суперсезона. Ну-ка все вместе, поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле это счастье для многих участников, которые вот чуть-чуть не дотянули. А вот сегодня у них реально появился второй шанс. Грандиозная идея. Мне очень хочется, чтобы все-таки появились народники. Прям, чтобы как бахнули! Эхо! Как бахнули! На работище! Имя любимое, свое мое любимое! Я опять-опять попытаюсь расставить все точки, попытаюсь понять или даже принять на морочки. Всем привет! Русский праздник снова к вам приходит! Мы финалисты первого сезона. Ну-ка все вместе! У нас ничего не поменялось. Нас также пять красавиц. И один битбоксер Ярослав, наш любимый. Наш богатырь. А может быть, забудем, все не спешим навсегда. Ура! Все так же поем русские народные песни и любим, конечно же, импровизировать, создавая синтез русской традиционной культуры и современных песен. Но не всем экспертам это понравилось в прошлый раз. Праздника я не почувствовал. Ваше выступление мне не понравилось. Необходимо сохранять свою культуру и традиции. И если вы вышли вот в таком наряде, соответственно, вам необходимо было и подобрать соответствующий репертуар. Дорогой Артем, передаем тебе пламенный привет от русского праздника. Мы тебя любим и помним. Да. Русский праздник! Конечно же, начинать надо с народной песни. И люди! Ну что же, привет, наша родная и любимая сотня! Привет! Мы фолл-группа «Русский праздник», и мы счастливы снова стоять на этой сцене перед вами. И вы знаете, так здорово, что в нашем коллективе есть свои фишки и есть свой стиль, благодаря которым мы стали частью одной большой, невероятной, прекрасной семьи. Ну-ка, все вместе! Друзья, давайте сегодня раскачаем нашу стену! И я! Ну, задел хороший! Вот это начало! Ну что, девчонки, что-то маленькие кокошники такие! Что мысли? Сейчас мы как-то закокошим! Шибанития! Это «Калинка»! Это «Калинка»! Прелесть! «Калинка»! 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 Калинка, калинка моя, Садо ягодом малейка моя. Калинка, калинка моя, Садо ягодом малейка моя, Калинка моя, Садо ягодом малейка моя. Калинка моя, Садо ягодом малейка моя. Калинка моя, Садо ягодом малейка моя, Калинка моя, Садо ягодом малейка моя. Калинка моя, Садо ягодом малейка моя, 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 Такая ты красивая, холодная, как есть, Лопает глаза, не украл потолок. Пчелы, 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 пчелы. Ах, вы пчелы мои, пчелы ярые мои, Чтобы все, как все, не все на полет не лететь. Дима, суши, кемочи, дима, свет, кемочи, Дима, свет, кемочи, дима, свет, кемочи, Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Единственный человек, который чуть не испортил нам русский праздник, стал последним, это живой легендарный Михаил Турецкий при своем хоре. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Самый последний, я видел это. Ну, сначала я просто завидовал, а потом понял, не надо завидовать, надо порадоваться успеху коллег, конкурентов, браво, браво. А потом вы возрождаете традицию, модернизируете бурановских бабушек, а это была мировая популярность. А наши бабушки здесь. А бабушки, мое крайнее почтение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я стою возле народной артистки России, потрясающей исполнительницы русских народных песен. Надежда Крыгина, Наденька, дай поцелую тебя. Как же я соскучился, господи. Вот не виделись. Мы, народные артисты, всегда при встрече должны целоваться. Всегда. Всегда. Засос. Да, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ За нами не заржавеет. Да. Ну что ж, Надежда, какие впечатления? АПЛОДИСМЕНТЫ Во-первых, я уже знаю, и мы здесь уже неоднократно в первом сезоне участвовали. Ну конечно, вместе. Рюмку чая пили. Потом, да. Чай был крепкий, но ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, но отдельно я хочу отметить вашего главного мужчину в коллективе. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что он делает основу вашего коллектива. Да, Ярослав. Да, Ярослав. Давайте отдельно поаплодируем. Он делает это потрясающе. АПЛОДИСМЕНТЫ Отдельно еще раз большое спасибо, уважаемая сотня. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, Надежда. АПЛОДИСМЕНТЫ Вас обойти, конечно, трудно. Коль, я поправилась. Пойду спереди. Чтобы и вам приятно было И мне в ваших глазах остаться Я понимаю, год прошел, пропустите Вам риск, Даня, ребят, нормально В гостях невероятная Валерия Давайте дадим ей Слово Как только запела первая солистка Вы же все солисты потрясающие Боже мой, какой это был голос, какое звучание Я сразу поняла, что это будет что-то невероятное Потом, когда подключились все остальные Как у вас стройно звучит ансамбль Но самое главное, что действительно Порадовало, у вас не только кураж есть Но еще какая-то такая была ирония У вас такое чувство юмора Вы делали это все играючи, очень весело Вы сами веселились и веселили, радовали Абсолютно всех нас Спасибо Русский праздник, занимайте первое место В тройке лидеров Я не знаю, что будет происходить дальше Потому что я вижу, как Лев Борисович грустит Грустит, да, все-таки 100 баллов И сразу, что вы ждете дальше от нашего праздника Понятно, вы всегда человек-загадка Ну что ж, а мы продолжим, дорогие друзья За четыре года существования нашего проекта Мы открыли немало талантов Лучшие из них, наконец-то, отправятся с концертами по стране В нашем грандиозном гастрольном туре Новые голоса России Имена участников и города, в которых пройдут концерты Мы назовем в конце суперсезона Пришло время дать дорогу молодым Новые голоса России Встречайте в своем городе Вы представляете, каково сейчас людям Которые за сценой готовятся к своему выходу И просто первый вышел номер с соткой Да, да, как им сейчас там некомфортно и волнительно Мы долго думали, с кого начать суперсезон И решили, что фолк-группа Русский праздник Задаст самый правильный тон и настроение Очевидно, что ребята справились на ура Мы продолжаем самое масштабное вокальное шоу Ну-ка, все вместе Это только начало, друзья! Очень хочется, чтобы они боролись А это сегодня, походу, так и будет Чему это интересно Здравствуйте, меня зовут София Ацбех-Нега Мне 21 год Я из города Санкт-Петербург У меня был очень классный сезон Было очень много сильных, талантливых участников Меня приняли очень тепло Я помню даже, что Анжелика Алферова плакала от моего выступления Спасибо большое Ну что ж, давайте посмотрим Пока Анжелика Алферова рыдает в свою бархатную шаль Сколько голосов набрала София? В результате я заняла второе место Я очень благодарна проекту За то, что очень много людей узнали о моем творчестве И даже вот сейчас, когда прошло два года с момента эфира До сих пор есть люди, которые ходят на мои концерты И говорят, что они меня узнали благодаря моим выступлениям Поэтому я выхожу тоже, чтобы порадовать их У меня будет песня, которая вообще является моей любимой, наверное, песней И я хочу просто, чтобы все полюбили эту песню Так же, как и я Да ладно! Ой, это просто! Ну это все, ребята, это разрыв просто Это еще Сопа! Это же Сопа! Она какая-то нереальная Здравствуйте Меня зовут София Ацбехонега Я очень люблю Госпел и Соул И я сегодня исполню композицию моей самой любимой Соул-певицы Она поражает меня своей искренностью И я хочу поделиться этой искренностью с вами Это просто невероятная девочка Она просто гений Ой, волшебный звук Ой, какой тембр Ой, естественно! Во-первых, у них есть Я не ощущаю Кто-то есть По этой весени Я не Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ив, Набиев Я сейчас объясню Вы потрясающе владеете вокальной техникой всей этой гимнастикой Но вы пели соул Ведь так мне бы вонзило бы и торкнуло если бы вы пели это внутренне, вот душой. Вот мне этого кача не хватило. Чуть-чуть вкуса, вот это вот с запаздыванием. Вот при всем уважении, Анжелик, ну вот я вот серьезно, у Варвары не было этой проблемы. Она была в этом точнее, точнее была. У меня было ощущение, что вы чуть спешите. Протестую! Ив, не важно, что будет дальше, главное, что проблемы есть уже у тебя. Отдавай микрофон. Мы все запомнили, зрители записали. Варварочка. Я не понимаю людей, которые ищут какие-то минусы вообще в этой всей истории, потому что мне кажется, что София абсолютно цельная. Я очень редко вижу, чтобы артисты выходили на сцену и получали такое удовольствие, никакой скованности, никакого волнения. Просто человек вышел и прожил какую-то абсолютно уникальную историю. И вот... Какая у нас победительница сезона, да? Прямо гордимся. Слушать одно удовольствие. Я в восторге. Очень-очень красиво. Спасибо тебе. Браво, Барбара. Дуэт будет, дуэт будет. Да, можно, конечно, сделать дуэт. А самое главное, мне кажется, вот в глазах Софии я вижу, у нее вообще нету страха. Была абсолютно в невесомости, в вокальной невесомости, как и всегда. Уже более 30 лет это делает певица Валерия. О, Господи. Неожиданная подволочка. Мне очень понравился ваш тембр. Он какой-то совершенно завораживающий. И вы очень хорошо чувствуете эту музыку. И действительно, были абсолютно искренни. Вот мне всего хватило. Спасибо огромное. Нет, мне не хватило. Я бы с удовольствием пришла на ваш сольный концерт. Зовите, приглашайте. Браво, Браво. Ну, и финальный аккорд. Та-да-да-дам. Сергей Лазарев. Я думаю, что все члены жюри со мной согласятся, что для артиста важно, чтобы запоминался тембр. Это самое главное. Запоминающийся тембр. Так вот. И я могу сказать, что за все сезоны не было похожего тембра. То есть вы действительно уникальная исполнительница. Поэтому берегите себя, берегите свой голос. И оставайтесь такой же скромной и чистой, и светлой. Спасибо вам за это. Спасибо большое. 94 балла. И София занимает второе место в тройке лидера. Браво. Софии всего лишь 21 год. Она уже выступала с Бутманом, Мацуевым и Мирабовой. Поэтому остальным участникам нужно будет очень постараться, чтобы превзойти ее в качестве исполнения. Но, как мы знаем, в нашем шоу нет регалий. Важно только то, как ты спел здесь и сейчас. Это суперсезон. Ну-ка все вместе. Ну-ка продолжим. Ну-ка веселее. Ну-ка атмосфернее. Ее слушаешь и просто как будто летаешь. А смотри, какие разножанровые, да? Самобытные. Вот тебе народное. Перевернули. Вот тебе джаз. Сейчас должен выйти какой-то очень крепкий эстрадный исполнитель. Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце дает. Всем привет. Я Мария Кипичева, мне третий летец. Я из города Ангарска. Я первая, кто, получается, взяла 100 баллов. Это было реально оглушительно. Сколько баллов набирает Мария Киркасова? Сколько баллов? Баллов! 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 Я точно понимаю, почему я не взяла первое место. Потому что я неправильно продумала песню, которую я взяла на батл. запомнить, как смята постель, как ты одеваешься там в темноте, как уходишь призраком молча, не прощаясь. Есть материал, который тебя даже в состоянии усталости поднимает, а есть, который тебя не поднимает. Вот он не поднял меня, и я не смогла среагировать нужным образом. И публика не смогла встать. Все очень логично. Покажите нам результаты. Победителем шоу «Лука» всем вместе становится Андрей Лисовский! Если бы я была в четвертом сезоне, вот не в первом, как я была, а в четвертом, я бы не прошла. Конкурс стал круче, поэтому я думаю, что я бы не прошла. Потому что я понимаю, что сейчас будут прям лучшие соки за четыре сезона. Потому что все профессионалы. Мне страшно, у меня такое ощущение, что я сейчас иду просто в клетку к тиграм. Вот реально просто. Поэтому я решила, думаю, кайфанул. А что делать-то еще? Вот и все, собственно говоря. Вот с каким настроением я пришла. Вау! О, Кирпичова! О, бежит, бежит, моя маленькая, моя сладкая, моя неповторимая, Мария Кирпичова. Все. Ребята, что вы делаете? Это убийство просто. Здравствуйте, мои друзья, дорогие. Эта легендарная участница на первое набрала 100 баллов в первом сезоне, дорогие друзья. Так говорить надо, да? Всем здравствуйте, я так всех рада видеть, вы не представляете себе. А мы-то как тебя рады? Мы вас тоже рады. Ребят, я очень боюсь, потому что я выступала, потом сидела с вами. Удивить вас катастрофически сложно. Буду балдеть. Надеюсь, зайдет до второй песни. Ну, это питерская моя землячка, это звезда. С Богом, Господи. Все, нажимаем. Бокер! Классная, да? Вообще, я не могу. Какая маленькая, мне кажется, сотка будет. Надо, надо сотку. Удачи! Добрый день! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima tentita Che volto di mistica donna Che oghe di finta madonna Che tu ti trattisci in cana Non so scaldare Giamaica Zoludat kruzita na svabokai meridita, meridita Jamaica 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 Oh, чувствуется, парилочку подбросили дровишек Ох, какая жаришка, какая жаришка Вот это я понимаю, вот это настроение Привет, мое солнце Мой цветочек Здравствуйте Моя радость, моя сладость Моя улыбка, ну-ка посмейся Я не могу даже у меня все пересохло Это было просто Давайте посмотрим, сколько баллов набрала Мария Кирпичева 93 балла 93 балла Ну что ж, 93 балла Это прекрасно На самом деле Вы же боретесь не только за звание лучшего или лучшей суперсезона У нас есть живой настоящий композитор Олег Влади И он готовится Он готовится для победителя написать песню Вот, Олег, если это будет Мария Кирпичева Не, у меня вообще разрыв головного мозга Потому что я сижу Все, Олег не сможет нам написать песню Поэтому посмотрим по сторонам Будет писать душой Зачем ему мозг? Я смотрю на каждого участника И, ну, в голове представляю Так, допустим, побеждают они Что я могу здесь сделать? Ничего Следующий Ничего Ничего Я уже готов этот сезон простоять Потому что, ну, это лучшая из лучших Это восторг Это прям фонтан из ноты энергии Ой, спасибо большое АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрите, посмотрите Ирина Олечер Вообще, Маше, надо смех твою отдельно продавать, мне кажется Можешь на рингтон мне записать? Да, да, да Я не знаю, что ты с нами делаешь Я не знаю, как у тебя это получается Как ты эти верхние ноты, особенно в конце взяла Это браво Я тебе аплодирую И кладусь низко в ноги АПЛОДИСМЕНТЫ Она бы попала в солистки хора Турецкого Ты знаешь, это реинкарнация Робертина Ларетти Я в полном восторге Уникально Заряженная на успех девчонка Девушка И это явный претендент на лидерство в группе Давайте ей поаплодируем Это большая певица Браво Спасибо Шестой этаж Хочу узнать, почему не встали Аленочка Гумникова Кстати, доцент кафедры эстрадно-джазового пения Ты представляешь? Да, вы знаете, мне понравилось по энергетике ваше выступление Но, честно говоря, из-за того, что энергетика вас так сильно захватила Верхние ноты вы перефорсировали Поэтому я не встала Мне хотелось больше легкости Ну а что Белова? Ну а что Белова? Конечно бы, костюм я подобрала бы более яркий Но вот меня смутили верхние ноты Ну что за стереотипы? Если я майка, значит, нужно вот это вот все, а? Подождите Я действительно категорически отнеслась к верхним нотам и к последней ноте То ли не хватило дыхания И ты ее очень передавила и перекричала Машенька, ты должна в этот момент опять рассмеяться Вот так, да Ну что, Сергей, ставь свою финальную красивую точку Ну мне кажется, Мария Кирпичева это отдельный жанр уже просто Я, конечно же, благодарю тебя за то, что ты решилась выступить вновь перед сотней Зная, что мы такие привередливые уже Тем не менее, ты не побоялась И мне как раз понравилось то, что ты была такой озорной Ты была легкой В тебе есть юмор Это важно Вокал, артистизм Это все слагаемые успеха Спасибо тебе, браво Спасибо большое Ну что ж, Мария Кирпичева с 93 голосами отправляется на третье место в тройку лидеров Все места в тройке лидеров заняты Как бы их обладателям хотелось, чтобы все так и закончилось Но впереди еще шесть вокалистов Каждый из которых постарается набрать хотя бы на один голос больше Это ну-ка все вместе Это супер-супер сезон, друзья Мы в самом начале Мне уже страшно Вокалисты участники разрывают просто нашу стену Однозначно На части Очень круто, когда соревнуются лучшие с лучшими Вот это интересно Ничего Всем привет Меня зовут Александр Кудинов Мне 25 лет И я из города Севастополя Я финалист второго сезона И на тот момент это был мой первый телевизионный проект Поэтому можно разделить жизнь на до и после Потому что это был какой-то такой этап Роста и внутреннего, и профессионального После моего выступления во втором сезоне шоу Ну-ка все вместе На меня подписалось большое количество людей Это мои поклонники, которым я безумно благодарен Они слушают уже мою авторскую музыку Ходят на мои концерты И я надеюсь, что также будут поддерживать меня и в этом сезоне В супер-сезоне собрались лучшие из лучших И, честно говоря, хочется сказать, что я не воспринимаю их как конкурентов Так и есть, наверное, но я все равно безумно волнуюсь Потому что конкуренция действительно очень высокая И я безумно волнуюсь, как будто снова первый раз выхожу на эту сцену Во втором сезоне меня запомнили скромным, интеллигентным, меланхоличным Думаю, что отчасти в этом есть и моя органика Тебя увидела вся страна еще раз Тебе аплодирует вся сотня Браво, Саша! Молодец! Молодец! Но, естественно, я сейчас более уверен в себе Поэтому я надеюсь, что сотня увидит рост, который произошел за эти три года И моя тактика, наверное, быть искренним, быть открытым Честным Мальчик! Пудинов! Саня! Помните его? Офигенно! Здравствуйте, дорогие эксперты Санечка! Я Александр Пудинов Он такой трогательный, он такой тонкий парень Последний раз я выходил на эту сцену три года назад Саша Пудинов, очень крутой эфирмач За это время много всего произошло в моей жизни И я безумно счастлив снова окунуться в эту атмосферу Снова петь для вас И буду максимально честным и искренним Санечка очень хороший Он похищает твое сердце Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда Александр выходил в финале, в тройке были результаты 100, 95 и 95. Это были Нуца Бузалатцы, Яна Клявеня и Карина Исмаилова. А сейчас задача очень похожая. 194, 93. И он также феноменально пел тогда. Давайте посмотрим, друзья. Для меня это сейчас просто трепетно-волнительный момент. Сколько баллов набирает Александр Кудинов? Что? Да блин, да что это такое? Ну это что, не судьба? А, я не понимаю, как такое может быть? Это просто повтор. Саша, ты пел потрясающе. Браво, браво, браво. Спасибо, спасибо. Почему не все 100? Это разве не 100, Кирпичова разве не 100, Софии не 100? Да пусть они все сотки будут. Они все. Я реально считаю, что все поют на 100. Каждый выходит и каждый разный. Мы вспоминаем их с их сезонов. И они каждый рождают в нас новые эмоции. Вот эти вот. Почему у шестерых не рождаются? Пожалуйста, умоляю, расскажите. Да, вот сейчас мы спросим Николая Ерохина и Льва Борисовича. Спросим, когда последний раз они были у врача уха, горло, нос. Дорогие мои друзья, дорогие мои коллеги. Ну, я вам хочу сказать, что насильно мил не будешь. Как бы там ни была, у нас у всех есть свое чувство и восприятие музыки. О, делался поговорка, хитро. Восприятие. Ну, почему? Я могу разъяснить. Для меня это было очень школьное пение. Что? Где такая школа? Покажите мне эту школу, я пойду. Я, блин, я, слушайте, уважаемый известный артист, я, блин, так не пою. Я так не пою. У меня нет такого подвижного голоса. Про это сейчас и дискутируем, что у каждого есть своя школа и свое восприятие этой музыки. Что здесь не понравилось? Скажите, что школьного было? Конкретно здесь мне не понравилось в целом все. Понятно. Спасибо. Спасибо, Николай. Дальше быстро Льву Борисовичу дайте. Дорогие друзья, я вас сердечно поздравляю с праздником. С началом суперсезона. С началом драк. Ура, товарищи. Теперь по делу. Голос – это звук, это поток звуковой энергии. И мы эту звуковую энергию воспринимаем мозгом центральной нервной системой. Это называется психоакустика. Здесь должно сложиться очень много моментов. Так понятно, что должно. Почему не сложилось? Технических, эмоциональных и так далее. Это у животного. Он проревел какой-то там звук и сдал. Все, это значит сигнал к спариванию. У людей все намного сложнее. Лев, Лев, Лев Борисович, костюм вам понравился? Слава Богу, спасибо. Поэтому здесь не место для скандала, почему вот 8 человек сейчас не встало. Я просто не хочу говорить свои личные эмоции по отношению к данному исполнителю, почему я не встал. Потому что они обидные будут. И я не хочу их озвучивать. Лев, Лев Борисович, ну это как-то странно. Лев Борисович, мне 5 программ нашего суперсезона. Спасибо. Мы нарежем это на тех исполнителях, на которых вы не встанете. Пожалуйста. Отдайте микрофон. Сколько угодно. Я пойду сейчас к человеку, который является победителем сезона. Ну-ка все вместе. Давайте поприветствуем Яну Клявина. Я знаю, что Сашка тебе нравится. Да, очень. Просто, Саш, я сейчас с болью в душе стою сейчас, да? И ты настолько пел прекрасно, чисто. И я сейчас на самом деле хочу просто разреветься от этого, что мне безумно обидно. Сашка, ты такой талантливый. Честно. Саша, души. Я помню наш сезон, когда у нас было 89, 89, 89. У нас был тройной батл. И у Сергея было право вето спасти тебя. И мы оказались в финале. И уже тогда, уже тогда, сейчас мне даже показалось, что у тебя бархат такой появился мужской. Ты вырос за это время. И ты настоящий музыкант. Ты даже не вокалист, не исполнитель, а ты музыкант. Это самое важное. И я тебе желаю от всей души всего-всего самого отличного, удачного в твоем творчестве. Пусть это будет просто прекрасный эфир для тебя, потому что спел ты потрясающе. Спасибо. Все большое. Низкий тебе поклон. Валерия. Совершенно безупречное владение голосом. Невероятная техника. Но даже и не в ней дело. Просто вот эта такая интеллигентность, это какое-то не кричащее, не выпячивающее себя исполнение. Может быть, не всем близко. Но это же тоже обращает на себя внимание. Потому что мы чувствуем, как вы поете. Саша, правда, потрясающе. Мурашки. Я вот Сережа показываю. Да, вы постоянно. Они просто на слону клошку бежали просто к всему телу. Не один раз. Невероятно было. Поэтому спасибо вам огромное за участие. И мне безумно жалко, что вы, да, вот, бываете из этой... Саша уже задолбался слушать каждый раз, выходя на сцену. Вы потрясающие, вы великие, вы уникальные. Но нам так жалко, что вы покидаете наш проект. Слушай, ну, давай скажем так. Если по правилам мы не сможем, например, кого-то вернуть, то на самом деле давай все-таки, ну, мы хотя бы пригласим, ну, хотя бы прийти в пятый сезон. Ну, пожалуйста, просто прийди. Нет, спасибо. Просто прийди и спой. Ну что ж, я думаю, еще раз громогласные овации для Александра Кудинова. Браво! Спасибо. Ну, конечно же, суперсезон невозможен без драматических моментов. К сожалению, Александр Кудинов не дотягивается до результата Марии Кирпичевой и покидает шоу. Грустно, обидно, но таковы правила. Ну-ка, все вместе мы продолжаем суперсезон и ждем следующего вокалиста на этой сцене. Лев Борисович переводит все на математические какие-то. Ты открываешь рот, попадает... Лев Борисович, он фаниатор, а не музыкант. Ему надо людей лечить. Нет, я, ну, как бы шокер. А не судить уж точно. Какое напряжение! Сейчас может все поменяться. Русский праздник может уйти. Всем привет! Меня зовут Анаита Дамян. Я приехала из города Сочи. И я снова безумно рада оказаться здесь. Шоу «Ну-ка, все вместе» для меня особый проект. И можно сказать, я практически выросла на этой сцене, потому что впервые я попала сюда, когда мне было 15 лет. И я пришла сюда с моим братом. И это была детская серия. Вот, и мы выиграли ее. Поздравляем! Поздравляем! Когда мне исполнилось 17 лет, я участвовала на третьем сезоне «Ну-ка, все вместе». И тогда я своим пением очень понравилась Сергею Лазареву, что мне очень листило. После проекта «Ну-ка, все вместе» я начала упорно заниматься своей сольно-музыкальной карьерой. Начала записывать свои авторские песни. Спела с симфоническим оркестром Армении, что большая гордость для меня, поскольку не всем это удается сделать еще и в 19 лет. На самом деле, моим конкурентам можно меня остерегаться, потому что я считаю, и очень многие так считают, что я очень сильный конкурент именно вокаля, пений. Поэтому вам на заметку, осторожно. Я очень хочу попасть в батл, потому что моя песня для батла очень сильная, очень хорошая. Вот, и я уверена, что именно с этой песней я смогу попасть в финал. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой-ой-ой, как она повзрослела! Ой, блин, все! Ребят, ну это я... я сейчас выйду. Это Анаита Дамян? Все! Анаита, блин, я сейчас выйду. Здравствуйте! Меня зовут Анаита Дамян. Ну, конечно! Такая нам малышка! Я безумно рада вас видеть, и на самом деле для меня это огромная честь снова выступать на этой сцене перед вами. Я надеюсь, что вы насладитесь моим выступлением. АПЛОДИСМЕНТЫ Это королева милизмов из Сочи! Да, совершенно верно. Прям вот ребеночек такой! АПЛОДИСМЕНТЫ Малышка! АПЛОДИСМЕНТЫ Она фирмачка! Фирмачка, как и предыдущий. Да! Я возрод. АПЛОДИСМЕНТЫ ФИЛИЗМЕНТЫ Малышка, как и предыдущая Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дорогого стоит Спасибо огромное Я думаю, что впереди еще столько всяких побед грандиозных Что даже не стоит не расстраиваться Да, и ты, конечно, потрясающе выглядишь Красивые глаза Вообще улыбка Так что еще тебе в будущем Не только искушать вокалом Но и красотой АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, мы прощаемся с Анаитой Дамьян Суперсезон продолжится без нее Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Получается рок бы какой-нибудь прям такой Ты гляди, Ольга Анатольевна Ну, потому что надо рвать сейчас Что нам нужно? Барабанная дробь Брутал АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем привет! Меня зовут Дмитрий Вингеров Мне 35 лет, я из города Героя Волгоград АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Четвертый сезон стал для меня очень успешным Потому что я, начиная с первой передачи Меньше 90 баллов не набирал В полуфинале даже получилось выбить сотку Но в финале, к сожалению, было непонятно немножечко Там на этапе моего выхода уже говорили А, это этот, «Понторез» Я очень надеюсь, что этот суперсезон Расставит все точки над «и» Задача номер один для меня Показать себя немножко с другой стороны Потому что мне досталась очень особенная песня Я никогда не брался за такой материал И, честно говоря, на этапах подготовки У меня ни разу не получилось ее допеть до конца Потому что я начинаю рыдать в какой-то момент И не знаю, как с этим бороться АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да ладно, я тебе говорила АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец Благодарим Благодарим Боже Ну все, как хотели АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Сотни АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, ребята АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот он, твой АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Соперник АПЛОДИСМЕНТЫ Не скрою свою любовь к нему АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Дмитрий Венгеров Мне 35 лет Я из города Героя Волгоград АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня я здесь перед вами не только как вокалист, как певец Но еще и как муж, как папа АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что эту песню я хочу посвятить двум девчонкам, которые ждут меня дома Волнуются, переживают И я надеюсь, что будут гордиться АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты сладко спишь, а я шепчу тебе, родная. Спасибо за день, спасибо за ночь, Спасибо за сына и за дочь. Спасибо за то, что с лихвой и славой Наш тесный мирок ты сберегла. Ты сберегла. Вы, моя кровь, не плоть, Так счастлива спите, Если видит Господь, Пусть будет защита. И больше, может быть, Мне нечем мылить. Ты сладко спишь, а я шепчу тебе, родная. Спасибо за день, спасибо за ночь, Спасибо за сына и за дочь. Спасибо за то, что с лихвой и славой Наш тесный мирок ты сберегла. Ты сберегла. Мне лучше, может быть, Мне нечем мылить. Ты сладко спишь, а я шепчу тебе, родная. Спасибо за день, спасибо за ночь, Спасибо за сына и за дочь. Спасибо за то, что с лихвой и славой Наш тесный мирок ты сберегла. Дмитрий Венгеров довел Лазарева до слез. Завтра будут такие заголовки. И не только Лазарева. Давайте посмотрим на результат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот это тот самый случай. Вот это тот самый случай, Когда взял, собрался в середине и дожал. Понимаешь? Вот то, что я сказал Анаит. Она сломалась, а ты взял и дожал. Вот просто ты разозлился на себя, на нас, на всех И просто, просто вырвал, понимаешь? И выплыл, и вылетел. А еще такая, так круто, спасибо сотне, Когда уже ты от слез не мог петь. Сотня поддержала. И это было, конечно, прям очень круто. Дима. Спасибо большое. Этери, Этери, почему до сих пор слезы льются? Да они сами льются. Я их вытираю, вытираю, они сами льются. Вот когда, мне часто спрашивают уже знакомые, А ты что плакала-то? Я не могу, когда человек настолько талантлив, Что из него вот энергия, звук, голос, Это же все вместе, мы все вместе чувствуем. И когда ты понимаешь, что человека от этих эмоций, Вот трясет он сам, то есть сильный мужик, Но когда его поет о нежности, Мить, ты такой, ты потрясающий. Поэтому и плачу от радости, от счастья, Что есть такие талантливые люди. На земле русской! Я желаю, чтобы ты проплакала весь супер сезон. От счастья, от радости. Факт, ну ты-то что? Я-то вообще не понимаю, ты вообще, кажется, боли не чувствуешь. Ты же математик, у вас нет сердца. Я еще и композитор. А, ты еще и композитор, значит, сердце есть. Это настолько было тепло, И даже если бы вы не сказали вот эти слова вступительные, Было бы все понятно, о ком, для кого, Вы не только пели, а и для кого вы живете. Классно, супер! Спасибо. Спасибо большое. Профессура, Олимпиада. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Олеся Мариночка, между вами почувствую вашу любовь. Мы почти как все срезается. Венгеров, что с вами сделал сегодня? Это было прекрасно, очень красивое признание в любви. Причем очень сильного, харизматичного мужчины. Вы справились, но все сто. Я считаю, что это сто. Это было прекрасно, и спасибо за вашу любовь. Дмитрий, по ту сторону экрана ваши чудесные девушки, Я думаю, они все поняли, И, наверное, так же растрогались, как большинство экспертов. Спасибо вам еще раз за это. Сейчас, да, у экрана. Просто рыдают, рыдают. А скажите, сколько вашей дочки? Два с половиной. О, как здорово. Самый трогательный момент. Самый трогательный. Спасибо вам большое еще раз за то, что вы нас... Дим, еще будет сын. Вот спел эту песню, и все, я тебе прямо обещаю, прямо езжай сегодня вечером, прямо быстрее домой. Это если в финал пройду, там... Да, прямо под эту песню. А я хочу спросить Варвару Убель. Да, там еще парочка сидит. Дима, привет. Я очень рада тебя видеть здесь. Будем сейчас немножко оправдываться. Может быть, это потому, что у меня нет детей, но вот эта вся волна энергетики, которая была очень-очень массивная и достаточно агрессивная для нас, она прошла мимо, и не захотелось... Не захотелось разделить с тобой эту эмоцию. И это происходило действие для нас лично немножко агрессивно. Простите, ни в коем случае с большим уважением коллегам и телезрителям, до чьих чувства достучались. Но в моем случае, и вот мы уже поговорили с коллегами, симпатии не случилось. А вот сейчас на меня наехали сестры Зайцевы. Ну? Просто конкретно наехали и говорят, почему ты к нам не подходишь, ты нам все время какие-то колкости говоришь, а нам есть что сказать. Но! Минута славы пришла, мои девочки. Вонзите этот микрофон в свои уста и скажите речь Дмитрию Венгерову. Дело в том, что никто не слышал, Таня ждала так этого певца. Она говорит, сейчас мой Венгеров выйдет. А то, что ты нас подкалываешь, ну ты, господи, ну это ж так оно и есть, а? Так это же прекрасно, я на вас внимание обращаю. А мы, чтоб ты знал, мы тебя так любим. А я, что вас не люблю? Да мы так любим. Про Венгерова говорим, девочки. Да мы так любим. Внимание, концентрация. Да вы никто не знаете, что мы ночами с вами спим во сне. Ленка с Сережкой, а я с тобой, поэтому ты похудел. Дурак. Вот дурак. Я считаю, что из мужчин вот это было самое достойное мужское исполнение. Респект. И потом я хочу сказать, вот лично я очень завидую вашей жене. Ой, а я тоже. Ну что ж, дорогие друзья, 95 голосов! И еще один мой, присоединившийся к тебе. Дима, мы тебя поздравляем. Ты занимаешь второе место в тройке лидеров. А мы прощаемся с Марией Кирпичевой. Машенька, душенька, радость наша. Еще раз спасибо тебе за невероятные эмоции, которые ты нам подарила. АПЛОДИСМЕНТЫ Я Маша люблю тебя! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы вот так вот накачели. Иу, 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 иу. Это суперсезон! И такое ощущение, что здесь каждый участник подготовился на 100 баллов. Возможно, следующему исполнителю удастся их набрать. Ну-ка все вместе! Ну-ка продолжим! Это суперсезон, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет! Меня зовут Евгения Вяткина, мне 35 лет, и я из города Владивостока. Давно не виделись. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я была в абсолютном шоке, что я попала в финал, потому что никак этого не планировала. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи мне да! Не говори нет! А все милинее дожди! На сказа осень-зиму жди! Ай! На места осень-зиму ждать! Остаюсь я с вами зима Спасибо огромное, мне очень приятно. Телантливо, очень талантливо, очень здорово, необычно, талантливо. Я так никогда не спою. Моя жизнь поменялась очень сильно, поменялась к лучшему. Я начала вести занятия музыкой и вокалом для детей с особенностями развития. И это невероятно крутой опыт. И еще неизвестно, кто кого учит на самом деле, потому что я столько многому у них научилась. Но вот я здесь и еще раз могу попробовать себя уже среди финалистов. Это круто. В суперсезоне я буду исполнять очень красивую песню, которую я безумно люблю уже много-много лет. И я надеюсь, что она понравится как нашей замечательной сотне, так и вам, дорогие зрители. Кстати, у меня для вас сюрприз. Девочка из Владивостока. Здравствуйте, уважаемые жюри. Меня зовут Евгения Вяткина. Помнишь, когда челюсть падает в маске? Вот у меня примерно... Это вот сейчас. Вот у меня сейчас произошло. Я никогда бы не подумала, что я смогу преподавать детям. Но это стало таким чудом для меня, что сегодняшнее выступление я хочу посвятить своим ученикам, поддержать их в стремлении заниматься музыкой и вдохновить их, быть для них хорошим примером. Ну, просто фаворитка моя. Я ждал ее. Субтитры создавал DimaTorzok Как красиво смотрится Крибко в женских руках. Крибко в женских руках. Крибко в женских руках. Я могу видеть кого я выберу. Я могу поставить мои руки вокруг каждого ребенка я вижу. Но они только напоминают тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Nothing compares Nothing compares Nothing compares to you Nothing compares Nothing compares to you Nothing compares to you Nothing compares to you Nothing compares to you I don't know what I know I just know what I know I just know what I know I just know what I know And she wrote it to us 60 голосов. Сыгдиана, Сыгдиана, что не хватило для того, чтобы Евгении войти в тройку лидеров? Евгения, вы потрясающая. Я вам хочу сказать, что когда вы вышли, это уже было так эффектно, как вы себя держите. Вы музыкант, вы чудесно играете. Плюс к тому, вы еще и работаете с детьми, вы учите их. Это особый талант. Спасибо вам огромное за это. Спасибо, Сыгдиана. Я бы сказал, вы сама гармония. Ну что ж, подхожу к человеку, который... Ах, уже... Ну, конечно, уже ах. Ну, во-первых, конечно же, я из семьи учителей, моя мама тоже преподавала музыку в начальные классы. Если бы у меня был такой учитель музыки... Ты был бы настоящим музыкантом. Я бы учился прилежно, чтобы привлечь... Не пропускал бы. Ваше внимание, конечно же. Спасибо вам огромное. Вот за красоту, которую вы нам подарили сегодня, за нежность. Спасибо, дорогой Пасхаль. Почетный работник культуры, город Москва. Ольга Костеборот. Почему сидим? Мурашка – это абсолютно научно определенное состояние души, когда нерв, внутренний нерв, реагирует на эмоцию. Вы очаровательны. Вы прекрасны. Но не сошлось. Но мы все имеем право на голос. Миша, я хотел тебя спросить. А как ты думаешь, такая красивая, роскошная девушка, которая так проникновенно пела и играла на эмоции, могла бы доработать в коллективе «Сопрано»? Ну, честно говоря, надо повнимательнее к ней присмотреться. Понятно. Спросим самих девчонок. Женечка, на самом деле я не могла не встать, потому что я, как скрипачка и певица, этим же самым занимаюсь «Сопрано Турецкого», и Михаил Турецкий меня из-за этого и взял. Да. И вы не раскрылись в этой песне как вокалист, но была абсолютная интонация. И самое главное, что я ценю всегда в артисте, это цельность. Вот как вы вышли такой женщиной, женщиной, такой сдержанной, да, харизматичной, настоящей женщиной. Вы это сохранили от своего первого вступления разговорного до самого конца. Это очень важно для артиста нести амплуа. Спасибо вам. Браво. Ну, вообще, я хочу сказать, что суперсезон просто сегодня невероятный. Сергей Лазарев и Валерия из семи раз встали все семь. Да, правда? Да. Правда? Да. А вы знаете, я даже удивлен сейчас. Как всегда говорю, я в этом сезоне буду строго судить. Все. Ну, как, вот видите, как вот идет порыв. Вот так букмекеры проигрывают деньги. Слушайте, смотрите, относительно Евгении скажу. Мне тоже показалась странной и надуманной некая такая манерность Евгении. Но, обратите внимание, Евгения, она так себя ведет. Мне нет ощущения, что это какая-то наигранная маска, которая, мне кажется, это вот такая эстетика у нее поведения. Она такая. Но не расстраивайтесь, это хорошее достойное выступление. Вы чисто пели. И вы показали хороший пример, в любом случае, детям, вашим ученикам. И они уверен гордятся своей учительницей. Вы сегодня остались в моем сердце. Вы подарили мне столько эмоций. Просто хочется сказать вам спасибо. Творите дальше. Браво! Весь родной Владивосток поддерживал Евгению Вяткину. Она покидает наше шоу под громогласные аплодисменты нашей сотни. Ну все, скала уже непоколебима. 100, 95, 94. Ну мне кажется, что уже все. Есть еще 96, 97, 98, 99. Но 100, уже есть 100. Мне даже трудно представить, кто это может быть. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Дарья Храмова. Я из города Москва. И мне уже 26 лет. Теперь самбо я пою, теперь самбо летаю. Я вообще в шоке от того, что оказывается я участница первого сезона. Представляете, я сейчас сижу. Я понимаю, что столько прошло времени. Я даже не успела посчитать. Безусловно, шоу «Ну-ка, все вместе» для меня сыграло огромную роль в моей карьере. Здесь какая-то невероятная энергетика и магия, что ли, которая помогает потом в дальнейшем открыть какие-то пути, дороги. Ее исполнение тронуло большое количество людей, в том числе команду и самого Александра Шова, который сидел в жюри. Я подписалась на Александра в благодарность за то, что он проявил ко мне столько уважения и заботы. И увидела, что у него проходит кастинг. И думаю, подам заявку, но вдруг с кем не бывает. Меня пригласили на очный кастинг. Я спела две песни группы «Непара». И вот уже два года как я являюсь солисткой группы «Непара». Суперсезон будет очень глобальный. И очень тяжелый для жюри. Я не знаю, как они будут принимать решения. Потому что составчик, ой-ой-ой, очень сильные ребята, очень сильные музыканты, вокалисты. Безгранично послушав даже на репетиции пару кусочков, что они там поют. Я понимаю, что это будет что-то невероятное. Это Даша Храмова. Здравствуйте, дорогие эксперты. Меня зовут Дарья Храмова. Говорят, мечты не вверяют в руки тех, кто может их разрушить. Однажды я вверила вам свою мечту, и она сбылась. Спасибо. Это красиво в итоге получается. Вот еще бы так красиво спела бы, чтобы все вот это вот... Ты не заметишь в зеркалах чужую тень. И не расскажешь обо мне, ушедший тень. Ты не узнаешь по глазам, не говоря... Аккуратно, молодец. Не прочитаешь по губам, они молчат. Лишь только с тем, что там внутри. Поговори... Выдыхаю трепетом. Хорошо, хорошо, хорошо. Как красиво. Спроси мое сердце, с кем хочет оно спеться. Спроси мою душу. Запреты, не нарушив, узнаешь. Этой ночью... Аккуратно, молодец. Аккуратно, молодец. С кем слиться... Сердце хочет... Ну, 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 ну! Аккуратно, молодец. Ну, наушни... Аккуратно, молодец. Ну, ну, ну... Уснаешь... Этой ночью... С кем слиться, сердце хочет. Ну, ну, ну! Соня! Соня! Что сказать, что сказать? Конечно же, я думаю, что сейчас Александр Шоа прилик к экрану и волнуется за свою подопечную, за Дарью. Он не знает, он не знает, что я сегодня здесь. Он не знает! Я скину ему видос. Потому что после первого сезона Александр Шоа забрал Дарью. И не просто так. Во-первых, можно сказать, ну, он приложил руку для того, чтобы она так вокально выросла за эти годы. Приобрела такую культуру при своем врожденном таланте. И мы иногда пересекаемся на каких-то мероприятиях. Я все время стою за курицами там где-то и все время слушаю, когда они либо вместе поют, или когда Даша делает какие-то свои определенные вокальные виражи. И давай посмотрим, сколько баллов ты набрала. Вот так, вот так этим букетом росты вырвало победу у нашей очаровательной Софии. Лера, тебе слово. Даша, это была магия. Было совершенно что-то невероятное. Когда узнали, что песня Аня Лорак, думаю, вот сейчас опять мы начнем слышать знакомые до боли интонации. Но ничего подобного звучали вы своим потрясающим голосом. Это были ваши фразы, ваши интонации. Потрясающе звучал вверх. Такие ноты опасные. Всегда так немножечко так сжимаешься внутри. Думаешь, получится, не получится. Но за вас даже переживать не приходилось. Правда. Все это было легко, непринужденно. И в то же время настолько прочувствовали вы все, что, конечно, эмоции нас всех захватили. И спасибо. Это было, правда, здорово. Спасибо огромное. А нежное, красивое. Начало само какое было. Сам цветок просто вот спустился к нам сюда. Вот просто невозможной красоты. Ольга Попкова. Я хочу вас поздравить. Мне очень понравилось ваше исполнение. Понравились ваши верха. Они были абсолютно свободные, абсолютно полетные. Это было так естественно и так энергетически потрясающе, что казалось, что это вам вот дается вот прям с полпинка, как я говорю. Но на самом деле это большая вокальная работа. Здорово. Вы большая умница. Удачи вам. Да, этот монстр вытащил из тебя твой талант. Что скажет Андрей? Я могу с полной уверенностью утверждать, что Господи благословит ваш путь, и пусть он будет светлым, ярким, потому что вы очень этого достоин. Браво, Боже. Андрюш, как ты сказал, Итери? Одна фраза, мы вздрагиваем. Фраза вздрагиваем. Кажется, два такта просто приводили нас в такой неописуемый музыкальный экстаз и восторг. Спасибо тебе за эти эмоции. Ты высочайшего уровня профессионал. Это очень здорово. Вот, если бы Михаил Турецкий пришел бы к нам на первый сезон, то сейчас бы Дарья могла бы петь в коллективе сопрано. А нет, шоу тебя опередил. Да, уже поздно делать ей такие нелепые предложения. Это сольная певица высокого уровня. Девочки, вы слышали? Я буду краток. Они не обидятся. Так выглядит успех. Она действительно большая молодец. И я вот внимательно смотрел за ее мимикой. Ни один мускул не дрогнул и не двинулся в ненужном направлении. Ни одна морщинка не образовалась. Тот человек не страдал. Он занимался своим делом. Он не мучился. Он получал удовольствие. И главное, это замечательная актриса. Что сразу заметно. И амплуа. Идеальное в подборе репертуара. Я вас поздравляю. Вы молодец. У вас большое будущее. Здесь было столько классных мягких переходов с форта на пьяно. Это абсолютно мощный поток объемного звука, плотного звука. Но при этом воздушного. Не было ни одной какой-то левой ноты. Не было ни одной случайной ноты. Какой-то фразы. Было все точно от начала и до конца. Для меня это вот на сейчас, на нынешний расклад, это самое профессиональное выступление за сегодняшний день. Идеально. Не обижая других, все были достойны. Но здесь было все вкупе идеально. Здесь для меня не было никаких но. С результатом 98 баллов. Дарья Храмова проходит тройку лидеров и занимает второе место. А мы прощаемся с нашей прекрасной Софией. К сожалению. София, спасибо огромное. Свети, сияй. У тебя все впереди, ты знаешь. Мы ждем тебя в пятом юбилейном сезоне. Ой, у нас же София потерялась наша. Дарья Храмова участвовала в первом сезоне. Ну-ка, все вместе. И такое ощущение, что все три года она готовилась к триумфальному возвращению. Блестящее выступление. Закономерный результат. Супер сезон продолжается. И оправдывает свое название. Сегодня нам осталось посмотреть выступление всего одного конкурсанта. Вся сотня экспертов и зрителей ждут его с нетерпением. Удастся ли ему повторить свое достижение и пройти финал нашего шоу? Узнаем совсем скоро. Давайте пока поговорим с лидерами. Ребят, как вы выдерживаете это невероятное напряжение. Вам вообще нечего волноваться? У вас сто баллов. Мафия пустила корни. Да, мы чувствуем, праздник продолжается у вас. Коль, ну ты же понимаешь, что наше шоу настолько непредсказуемое, что может поменяться все в одно мгновение. Мы к этому готовы. И к соревнованию мы тоже готовы, Сережа. А, ко второй песне и к батлу вы готовы? Конечно. Ну супер, дай бог. А что скажет нам Дмитрий Венгеров? Ты все-таки вот следующему исполнителю желаешь удачного выступления? Или все-таки, ну, как бы, хотел бы, чтобы он провалился? Нет, это моя хорошая знакомая, моя подруга. Мы в одном сезоне участвовали, поэтому я не могу ей желать ничего плохого. Только самое лучшее ей флюиды посылать. Пусть она сделает, как умеет и как знает. А она сделает хорошо, поверьте. Ну понятно, я всегда понимал, ты настоящий мужик, поэтому, конечно, девушку пропустишь вперед. Но мы еще подождем. Даша, Даша, тебе, скорее всего, нужно готовиться к дуэли. Да, я сижу, повторяю очень активно, словами, мелодию, все-все-все. Настраиваюсь. А как ты думаешь, с кем ты будешь бороться? С Дмитрием или с той, которая появится? Со всеми очень страшно, поэтому... Ничего страшного, потому что здесь... Ну-ка, все вместе! Ты не одна! А мы встречаем нашего заключительного участника. Уверен, что она выходит на эту сцену за победой. Сегодня вы готовы? И снова здравствуйте. Меня зовут Алина Бахшалиева. Мне 18 лет, я из Саратов. После моих выступлений в проекте «Ну-ка все вместе» жюри давало очень много мне комментариев, как положительных, так и негативных. Я услышала, не помню от кого, комментарии, типа, как это плохо. Здесь получилось, что немножечко вы так, как напевали. Здесь мне показалось немножечко, немножечко непопадание. Я понимаю, что волнение, я понимаю, что как бы и песня была наверняка тяжелая для вас. Простите, пожалуйста, но не было вот этого вот коннекта между зрителем, да, сегодня как зритель выступаю я и вы как исполнительница. Да с тобой мало кто коннектится. Я знаю, ну такой сложный человек. Я потом переслушала свое выступление, поняла, что там было вообще все, ну, не супер, но вот это как это плохо, я думаю, что же я так плохо пою. И за этот год я очень сильно поменялась. Я выросла и в вокальном плане, и стала более морально устойчивой. И в этот раз я этих ошибок не допущу. Надеюсь. Ха-ха. В суперсезоне я буду исполнять вообще не свойственную себе песню, потому что все привыкли меня видеть в образе такой лирической героини и жюри, и зрители. А в этот раз я буду такой дерзкой и буду удивлять членов жюри и надеюсь, что у меня это получится. У меня боевой настрой, несмотря на то, что я понимаю, что конкуренция реально огромная. Все эти ребята когда-то были тоже в двух шагах, как и я, от победы. Будет действительно очень такая сильная схватка. Но я надеюсь, что я смогу себя проявить с другой стороны, и жюри это оценит. Поэтому я настроена так решительно достаточно. А представляешь, как этому участнику тяжело, последнему, финальному? Ужасло. Но здесь отстали сильнейшие. Это же саратовская. Такой костюмчик классный. Здравствуйте, уважаемая сотня. Меня зовут Алина Бахшалиева, я из Саратова. Все выступления на этом проекте охарактеризовали меня, как такую лирическую героиню. Но сегодня мне так захотелось зажечь. Давай попробуем, да. Тогда прям такая была с ямочкой. Такая девочка бы, девочка была. Алина Бахшалиева. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok You know when I'm in it to you 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 И как, ну я понимаю, если короткие, то какие-то фразочки. Она за всех троих спела. Слушайте, это же невозможно просто. И при всем же том, что очень мало времени для того, чтобы взять дыхание, нужно еще вот эти все мелизмы, причем такие восходящие. И вот они туда-сюда, я думаю, ну когда, ну сейчас уже... Нет, она еще пошла наверх на одном дыхании. Это как она успела. Речитативчика. Это было просто, ну это было круто. Спасибо. Спасибо. И энергетически, и вокально, голос очень, тембр необычный, запоминающийся, очень яркий. Ну спасибо, это было здорово. Спасибо вам большое. Очень приятно. Мне показалось лично, что она спела за троих. Да невозможно просто. За Ариану Гранде, Никки Минаж. И Джесси Джей. И Джесси Джей, да. Ну ты всех собрала сразу, таких выдающихся певиц уже современности. И кстати, хочу напомнить, или сама скажу, сколько тебе лет. Валерия, послушай. Мне уже сейчас 18 лет исполнилось. Уже мне нравится. Уже, потому что она была у нас в сезоне, когда ей было 17. Да. Что же дальше-то будет? Дальше? Дальше батл будет. Дальше будет Ирина Олифер. Я с прошлого сезона еще твоя фанатка. Да что, мне нравится твой голос. Удивительный твой тембр. Вот эти краски, которые проникают в меня под кожу. И у меня там мурашки. Ну, ты для меня сегодня открылась с абсолютно другой стороны снова. Потому что я даже предположить не могла, что настолько круто у тебя получаются эти песни. Спасибо. Я поздравляю тебя. Это взрыв. Спасибо огромное. Олег, какую бы ты песню написал для Алины? Для Арианы Гранды. Вот я никогда не мог предположить, что до этого дело дойдет. Не, ну это какое-то круто. На самом деле, можно же резать песню по форме как угодно для того, чтобы в конкурсе принять участие. И кусок Ники Минаж можно было легко выбросить и спеть только вокальные части. Я настояла на нем. Вот, понимаешь? Это очень круто. Ты такая молодец. Спасибо. При этом она после рэпа сразу начала петь. Да, да. Причем давно-то были... То есть она не сбила дыхание вообще ни на секунду. Там, где поют трое, где есть возможности надышаться, чтобы в свою часть вступить, ты сделала все на одном дыхании и в прямом смысле этого слова. Офигеть. Спасибо. Спасибо. А, вот я наблюдал, кстати, Солод и Попкова встали вообще в самом конце. До последнего прислушивались. Андрей Солод, что ты там искал? А вы знаете, я сидел и думал, вот я бы на ее месте, когда бы я задохнулся. И я понял, что я бы уже не спел бы на самом деле. Уже и ноты, а эта девчонка продолжает и продолжает, продолжает и продолжает. Причем так звонко, причем так красиво. Причем не в одном глазу. Ну, круто. Спасибо. Мне кажется, Алина участвовала в Олимпиаде. Вот надо Свете Мастерковой дать слово обязательно, потому что здесь такие были кульбиты. Я уже думала об этом, с какой бы дистанцией в легкой атлетике сравнить тебя. Это абсолютная стометровка, где ты пришла, встала на старт, сделала эти 100 метров так быстро, так четко. И на 100 метровке нельзя ошибиться. Ну и, конечно, я не могу не сказать, как я горжусь за молодежь, которая у нас в России. Просто кланяюсь перед тобой, потому что ты служишь огромным примером для всех тех, кто сейчас занимается вокалом. И когда тебя сейчас посмотрят все российские дети, скажут, да, да, она наша девчонка, похожа на нас, мы тоже можем. Это уверенность. Спасибо тебе огромное, ребенок. Спасибо вам большое. Леш, все хожу мимо тебя, все хожу мимо тебя, наконец-то решил подойти. Мне кажется, это твоя музыка. Здесь не только музыка моя. Здесь все мое. Вы очень красивая. Вы молодая. Хорошего вам мужа пожелать могу. Я не собираюсь показать. Не собираешься, но мы на всякий случай передадим слово. Спасибо. Может перспективить твоему будущему мужу. Сергей Лазарев. Я скажу честно, когда только началась музыка, да, я узнал эту песню, я подумал, эх, зря ты не справишься. Честно. И я так рад, что я ошибся. Я так рад, что я ошибся, потому что ты реально показал себя совершенно с другой стороны. Ты выступила просто перфектно. Учитывая, что это финальное выступление девятого участника, тогда есть волнение, есть нервы тебе, там, мало лет. Тем не менее, ты показал себя как опытная, замечательная артистка. Очень многие талантливые и опытные, которых мы ждали, сегодня действительно слетели. Ну вот так случилось. Я говорил про второй шанс, который дан каждому участнику сегодня. Кто-то этим шансом не воспользовался. Ты на сто процентов воспользовался этим вторым шансом. Лети дальше, ярко так же. И победа тебе и удачи. Спасибо. Я очень рад. Спасибо, Сергей. А я хотел бы спросить все-таки Дмитрия Венгерова. Ты молодец, большая. Я очень прям переживал тоже, потому что в какой-то момент я начал себя ловить на мысль, думаю, а я вообще настолько дыхание могу задержать? Ну, потому что... Нет, это было выше всяких похвал. Ты величайший молодец. Я низкий поклон тебе, правда. Спасибо. Спасибо тебе большое. Да. Это была настоящая битва титанов. И ты вырвала эту победу красиво, профессионально и достойно. У него такая же была момент, когда она вырвала победу. Мы приглашаем тебя в тройку лидеров, но, к сожалению, прощаемся с Дмитрием Венгеровым, который сегодня заставил рыдать всю сотню и всю страну. Алиночка, проходи, занимай свое побезоносное место. Алине Бахшалиевой всего 18 лет. Ну, как говорит она сама, уже 18. Как мы знаем, что в этом возрасте уже можно все, в том числе, выиграть суперсезон. Ну-ка, все вместе. И Алина сделала для этого самый важный шаг. Она попала в тройку лидеров. Поздравляем! Эксперты сегодня выбрали лидерами очень мощных вокалистов, но только двое из них станут финалистами самого невероятного вокального шоу. Ну-ка, все вместе! Давайте продолжим и посмотрим, каким же будет этот батл. Ну, это просто какой-то потрясающий, невероятный выпуск. Вы смотрите премьеру суперсезона «Ну-ка, все вместе!». В тройке лидеров находятся невероятные вокалисты. Фолк-группа «Русский праздник» Дарья Храмова и Алина Бахшалиева. Все вы достойны финала, конечно. Но, как всегда, мы разыгрываем только два места. Победитель отборочного тура проходит в финал автоматически. Поздравляем! Это фолк-группа «Русский праздник». А вот второго финалиста определит дуэль между вторым и третьим местами. Мы обнуляем ваши результаты. Вам придется заново набирать голоса экспертов. Вторым финалистом станет сильнейшая из вас. Начнем с Алины Бахшалиевой. Она на третьем месте. Жду тебя! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какая пестова. Ну, удачи. Ну, повзрослела она, конечно, сильно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И Дарья Храмова. Я прошу спуститься на сцену Сергея Лазарева и подойти ко мне русский праздник. Вы же понимаете, именно эти два участника сегодня набрали по 100 баллов, собрав две сотни, а с нашей три сотни в невероятном суперсезоне «Ну-ка все вместе». Слово Сергею. Друзья, огромное вам спасибо. Сумасшедший просто выпуск, очень нервный, эмоциональный. У нас такие прекрасные финалисты, вы лучше. Вообще такое ощущение, что все участники во время перерыва, когда не снималась наша программа, готовились, каждый день готовились, готовились для того, чтобы выйти вновь на эту сцену. Молодцы, браво, вот такой потрясающий результат. А вы, уважаемая сотня, в прекрасной форме. Спасибо вам за работу. А я хочу поблагодарить еще раз великолепную и прекрасную Валерию за то, что сегодня она открыла и подарила своим присутствием в нашем премьерном выпуске суперсезона такую невероятную эстетику, профессионализм и, конечно, красоту своего голоса. Спасибо. Сегодня мы узнали имена двух первых финалистов суперсезона. Уже завтра они начнут подготовку к решающей битве. А вам, дорогие зрители, готовиться ни к чему не нужно. Просто включайте нас через неделю и наслаждайтесь новым выпуском самого масштабного народного вокального проекта «Ну-ка, все вместе! Люблю вас!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok